всем привет ну что добро пожаловать к нам в одну, пока что любая поверхность в нашей квартире выглядит вот так вот потому что я не сказала, да, наверное, нужно было сказать, что мы приехали собственно, последнюю неделю, наверное, мы занимались только этим повсюду лежат еще коробки, которые нужно разбирать мы сегодня с вами тоже что-нибудь разберем но для начала нам нужно сделать так, чтобы я видела этот мир значит, надеть линзы если кто-нибудь не видел, как это происходит видите? смотрим направо, налево, линза встает сама на свое место когда я впервые это видела на ком-то, когда кто-то наделал линзой я просто с такими глазами смотрела, господи, что ты делаешь? почему ты лезешь за себя прямо в глаз? это же невозможно со второй линзой покажу более детально у меня, конечно, длинные ногти, но меня это не смущает, мне это не мешает даже помогает немножко вот таким образом выглядит линза мне так нравится вот это зеркало это, по-моему, самое лучшее изобретение как я раньше бы из него жила, я не знаю на нем видно все, все твои несовершенства но самое прикольное, что с ним удобно видите, как уже надеваю линзы мне даже зеркало на самом деле не нужно и снимать линзы тоже зеркало не нужно что я говорила? очень удобно с этим зеркалом чистить зубы нитью ты все видишь, просто все видишь это так кайфово и так увлекательно вам знаком этот бантик? я думаю, да вы очень часто у меня видели его в видео я таким бантом обычно закалывала волосы наверх и сейчас у них появились еще такие заколочки мне кажется, это так мимимишно но, к сожалению, они не крепят мои волосы если я их беру прямо от уха, вот так вот они спадают поэтому я беру немножечко Денис встал где-то час назад поэтому на моей зубной щетке уже есть паста это такая мимимишная штучка кто первый идет умываться, тот наливает пасту другому ватный диск, тоник и сегодня вместо крема после тоника я даже сделаю масочку пока буду делать завтрак сейчас расскажу такой момент немножко была как бы масленица у людей все это время я этот момент чуть-чуть так пропустила потому что это был наш переезд у меня была не масленица, у меня был переезд я немного упустила момент, когда надо было печь блины поэтому сегодня я буду нет, не печь блины я хочу сделать оладушки из бананов и яиц это вообще супер простой рецепт ничего там нет ни муки, ни сахара, ни соли но есть парочка секретов это важно вот такая у меня сегодня маска с танджерином любимый момент самое главное, чтобы она была по размеру еще всегда с носом проблема вы замечали, да? что нос изначально всегда приподнят наверх и ты как бы чуть-чуть его должен опустить хорошо, прям под размер даже для моих губ маловато немножко очень круто брови опустились вниз, конечно остаточки маски нанесем на зону декольте вообще-то уплачено за каждый миллилитр средства ладно, я шучу но это реально хороший такой лайфхак я делаю на кухню готовить мы на кухне смотрите, где идет красивое остаточное явление после 8 марта я, кстати, всегда снимаю вот эту вот упаковку бумажную или там пластиковую, полиэтиленовую мне кажется, так цветы себя чувствуют намного свободнее и как-то пышнее смотрится весь букет но кухня в этой квартире, я скажу честно это моя любовь, потому что боже мой, как здесь много стало места как минимум, посмотрите у меня теперь есть 5, 4, да 4 комфорки у меня их было 2, и знаете, это очень проблематично я хочу вам показать мои любимые ящики здесь мы купили набор приборов конечно, нельзя использовать в посудомоечной машине я их мою чисто от руки и сама но ничего, это того стоит второй любимый ящик, перфекционист по мне ликует а еще я всегда хотела иметь вот такой вот ящичек типа вертикальный для всяких круп очень удобно хранить ну что, перейдем к завтраку нам понадобится 2 банана 4 яйца и 2 столовые ложки лимонного сока признавайте, почему ты бегаешь? цель у меня такая какая? бегать каждый день? бегать всю жизнь всю жизнь? я только что в этом узнала я там в зеркале отражаюсь, такая мумия бегать мы будем слушать английскую книгу ну ты-то какой у меня умничка английский изучает, бегает где найти такого идеального мужа? в интернете слушай, что ты говоришь? какой интернет? что-то мы с тобой познакомились в интернете вот именно о боже да это плохо, мне кажется когда, блин, замуж выходит по интернету сейчас видишь из-за того, что контактов больше не в живой жизни, а в онлайн соответственно, все ей там влюбляются онлайн хорошо? это плохо смотрите, какое тесто у нас получилось по консистенции оно должно прям получиться воздушным вот с этими пузырьками на самом деле, я так рассказываю, как какой-то профессионал я впервые пробую этот рецепт вместе с вами и будем вместе сейчас ошибаться пита у меня немного нагрелась я добавлю растительного масла и тут такой сейчас важный момент нужно накрыть крышкой и ждать, пока нижняя сторона немножечко схватится поэтому мы делаем это не на таком высоком огне пустя некоторое время, когда чуть-чуть они схватились мы добавляем сверху прямо сверху еще по одному слою они не должны растекаться, как только что произошло у меня зачем мы это делаем? Потому что если по такому рецепту а здесь у нас только яйца и бананы фактически сделать однослойные оладушки они получатся настолько тоненькими просто вот-вот-вот вот такими и скорее всего еще и пригорят не совсем будет похоже на, знаете, воздушные оладушки от бабушки поэтому мы делаем их вот такими многослойными и будет еще третий слой и только потом мы их перевернем ах вы маленькие засранцы все равно немного подгорели ну ладно, это первый блин первый оладушек комом Там или как там. Первый оладушек блинов. Я не доложила третий слой, поэтому они не получатся такими воздушными. Но круто, что они получаются все равно вкусными. Обладает два ингредиента, яйца и банан. Никакой сахар не нужен, потому что спелый банан имеет очень много своего фруктового сахара. И очень вкусно. Вот, посмотрите, какие они пышечки. Это три слоя. Ну, вот эти ребята решили побыть вместе. Я делаю это на максимально маленьком огне. Они золотистые. Вы видите, что они не подгорели. Да. Потому что все сделано по канону. Потому что у меня стоит, знаете, двоечка, а не шестерка. То, с чего я начинала. А вот и наш завтрак. Мой зеленый чай. Дениса черный с молоком. Мои пп оладушки. И у нас кончилась сметана, поэтому я взяла такой термостатный йогурт. Он очень классный. Вряд ли его где-то можно найти, кроме как на Урале. Но если вдруг вы найдете, вот таллицкий йогурт. Это просто божественная вещь. Очень полезный. И я добавила сюда корицу. И у нас получился такой вот соус-заменитель сметаны. Все. Идем завтракать. И как вы помните, в начале каждого дня я составляю список дел. И сегодня у нас сделать завтрак. Да, мы с вами его уже приготовили. Накраситься. Собрать вешалку и полку из Икеи. Разобрать минимум две коробки с вещами. Съездить на маникюр. Смонтировать видео. Купить детские вещи. Да-да. И приготовить ужин. Рубрика Саша Инженер начинается. У меня сейчас задача собрать вешалку, на которой будут вешать красиво вещи. У меня есть инструкция. Всего четыре шага. Я, конечно, могла бы присоединиться, но мне захотелось делать это самой. Ну что, наводим красоту. Ну, это так, знаете, громко сказано. У меня сейчас, на самом деле, ежедневный макияж очень-очень-очень простой. Состоит буквально из трех этапов. Сначала я замешиваю смесь такую. Это два тональника, которые в идеале именно вместе работают для меня по цвету. Нет, чтобы купить промежуточное между ними, но ладно, окей. И также замешиваю крем. То есть, одна треть, одна треть, одна треть. Вот такая у меня каша-малаша. Я это все перемешиваю. И с лицом мы пока заканчиваем. Я перехожу к бровям. И вот это реально три моих сейчас этапа. Это тон, брови и ресницы. Допустим, у меня, если вообще нет времени и буквально, типа, есть пять минут, чтобы я что-то с собой сделала, то это будут точно брови, потому что сейчас это просто как бы капец. Я уже два месяца их отращиваю. И пока что результатов очень мало. Точнее, результатов почти нет. Что-то, конечно, отросло, но вот этого кончика брови просто как бы нет. Поэтому я сейчас очень активно сначала прокрашиваю гелем для бровей. Это такой, знаете, лайфхак для тех, у кого тоже такое же. Гель для бровей очень хорошо наращивает брови. Я его раньше использовала просто как укладочное средство. Знаете, в конце так пройтись, типа, для факта. Я использовала гель для бровей, но на самом деле это офигенное средство. Я его только сейчас полностью для себя раскрыла. Сначала я прохожусь им раз 20, наверное, по своим бровям. И получается, те брови, которые светлые, тоненькие, как пушок, они все равно окрашиваются. Просто делаю миллион раз вот так. Вы можете видеть, что у основания бровей стало уже больше. То есть они уже стали намного гуще, намного шире. Уже захватились и прокрасились брови пушочки бесцветные. Далее я использую карандаш для бровей от Ифраше. Тысячу раз вам уже его показывала, очень люблю. И добавляю буквально несколько штрихов, будто бы это мои волоски. Еще раз сверху прохожусь гелем. Видите, какой у нас до-после. Кстати, хотела вам такой прикол рассказать. Мы недавно были на УЗИ. Ну, это было просто плановое УЗИ, посмотреть там, как развиваются органы. Обычно как бы беременные ходят на УЗИ, чтобы просто увидеть еще раз своего ребеночка на экране. Смотреть, насколько вырос, чтобы фотографию вот эту вот распечатать. Но, конечно же, с точки зрения проверки здоровья, это более важная процедура такая. Какой прикол нам сказали? Помните, я когда-то вам рассказывала, что у меня любимая поза для сна, это поза бабочки. То есть, мне не составляет труда сидеть в такой позе. Вот бабочка, знаете, когда иногда растягиваются так на растяжку. Многие вот так вот как бы растягивают, растягивают. Так вот, я лежу в этой бабочке вообще всегда. Так у меня просто с рождения. И более того, в этой позе мне очень удобно просто сидеть, просто там монтировать видео. Спать раньше очень любила, когда можно было вот так вот спать там на животе. Более того, я даже с роп-джампинга прыгала именно в этой позе. В общем, когда мы были на УЗИ, нам врач сказала, что девочка наша лежит именно в этой же позе. То есть, у нее ножки не подогнуты к себе, знаете, как обычно в младенце. Ну, может, это именно было тогда, то есть, когда мы прям смотрели на УЗИ. У меня прям так умельнулась моя девочка. Что, я думаю, уже хватит ходить в таком непрезентабельном виде. Нужно во что-нибудь одеться, во что-нибудь нормальное. Я возьму леггинсы. Леггинсы со специальным вырезом для живота, кстати говоря. Узнали о таком. Что такое бывает? Что вот эта часть подживота, короче говоря, растягивается, как тебе надо, чтобы ничего не пережимало. Как думаете, черный свитер вот тот. Или вот этот бежевый. Нужно подумать, нужно подумать, нужно подумать. Наверное, бежевый. Хотя у нас не так-то холодно, чтобы такой теплый свитер надевать. Да, черный. Однозначно. Вот что я имею в виду под растягивающим сержевотом. Видите, ничего не сковывает. Хотя это обычный ленинс. Это такой вот барабанчик. На самом деле он отойдет. Мы пришли на обед. С Денисом уже пообедали. Я сейчас двигаю на маникюр. Я хочу сделать фисташковый матовый. Я его делала ровно год назад, тоже весной. И сегодня захотела прямо его. Вот так вот сейчас выглядят мои ноги. Потому что здесь я вижу в первую очередь живот. Потом только ноги. Да, классный фисташковый мне сделали, конечно. К сожалению, у них не было этого цвета. Никак замешать его не удалось. Поэтому у меня матовый бежевый. Зато я очень рада, что забрала... Точнее, не забрала, а курьер достал мне посылку. У меня, кстати, это суперчастая практика. Именно когда я сижу на маникюре, звонит курьер и говорит, вам доставочка. Я говорю, ну приходите сюда, что поделать. И знаете, что это такое? Очень классные книги, которых я очень долго жду. Которые я и очень долго жду. Да, долгожданные. Книги по беременности. Я вам все покажу попозже. А пока что знаете, куда мы идем? Мы идем вместе с вами смотреть детскую одежду. Мне прямо очень захотелось. Хоть что-нибудь уже купить, потому что, блин, здравствуйте. Седьмой месяц. Скоро восьмой месяц. О мой бог, девочки. Вот это вообще что за размер? Просто как можно быть такой малюткой? Знаете, когда я вижу вот эту цену и вот этот вот размер кукольный, я вообще не понимаю, что происходит. Потому что у меня одежда стоит дешевле. Скажите, почему так? Переключаюсь на мантаз. И взяла вот этого красавчика с малиной. Ожанте. Итак, ну а я уже дома и уже достаю цветную капусту, потому что мы с вами сегодня будем ее запекать. Отправила Дениса за сыром. Очень простой рецепт. Кастрюля здесь. Для скорости я делаю так. У нас дома стоит кулер. Денис называет это место вообще баром, потому что здесь много воды. А, кончилась вода, да? Окей. Пока я вам покажу, какую вкусняшку купил Денис. Смотрите. Это хурма сушеная. И еще мой любимый пекан. Это мои любимые орешки. Скажите, пробовали ли вы когда-нибудь пекан? Это вообще такая находка для меня. Я когда их впервые попробовала, я поняла, что, боже мой, это идеальный орех. Как грецкие орехи, только без горчинки, без какой-то затхлости, которая может быть у грецкого ореха. А пекан, он такой более сладенький. Очень вкусный. Нам еще помимо капусты понадобится два яйца. Они у нас такие немножечко грязненькие, потому что это домашние яйца. Мы берем их у мамы Дениса в деревне. И это свои курочки, которые несутся. Два яйца и молоко. Молока совсем немножко. И еще нужен будет тертый сыр. Собственно, за ним Денис и пошел. Я пока что довожу воду до кипения. Потом ее немного подсолю. И сюда уже вытряхну церкну капусту. Я церкну капусту чаще всего покупаю в заморозке. Мне кажется, она даже вкуснее, чем свежая, но которая со цветами намного удобнее. Я ее и запекаю, и варю. Вообще, это мой любимый овощ. И пока кипит наша вода, я хочу вам показать те самые книжечки, которые пришли. Вы очень часто меня спрашиваете о каких-то книгах, которые я могу вам посоветовать. И, если честно, в последнее время я читаю только по беременности. Мне кажется, это логично вполне. Но вот эти две книги я ждала вообще очень долго. Не в плане то, что долго доставка была, а в том плане, что очень долгожданные они. У Ольги и Алексея уже пять детишек. И две книги здесь «Исцеляющие роды» и «Плацента. Забытая чакра». Мне очень интересно по описаниям было, потому что, в принципе, делает Ольга Валяева. Если вы ее знаете, следите за ней в инстаграме. Вы, наверное, понимаете, о чем я. Так что не терпится уже начать читать. Смотрите, какая была коробочка. Ты удивительная, ты умничка, ты очаровашка. Мне когда на маникюре принесли эту коробочку, я такая посмотрела на нее и сразу же улыбнулась, потому что такие приятные слова. Так необычно. Итак, девочки, что мы имеем? Наша цветная капуста уже сварилась. Я ее выложу сейчас вот в такую форму. Здесь я смешала два яйца и на глаз немножечко молока. Ну, столовых ложек пять, наверное. И добавила немного соли и перца. Также у меня есть натертый сыр. О-о-о, как сильно все запотело. Заливаем все это дело яйцами и молоком. И сверху добавляем сыр. Все это у нас запечется. Получится замечательный ужин. На двоих более чем достаточно. Я еще, наверное, немножечко салатика порежу. Ну, что там у нас? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok